Представители знака Зодиака Дева, Девы мои дорогие, я приветствую вас на канале Таро Испирационы. Таро прогноз гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Близится уже конец года. Незаметно, незаметно день за днём, а уже скоро декабрь, а там уже и праздники новогодние. Давайте узнаем, что нам подскажут на эту неделю для вашего знака Зодиака карты. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет и личная история каждого из нас. Ну, я так надеюсь, мои дорогие Девы. Мы проведём с вами приятное время, и какой-то инсайт вы определённо получите. Или какую-то свою ситуацию. Пока я тут карты рассказываю, раскладываю точнее, ну и рассказываю тоже. Вы какую-то свою ситуацию сумеете просчитать на пару шагов вперёд. Итак, что важно знать будет первый вопрос, первая карта. Это может быть просто как олицетворение, что будет наиболее активно проигрываться, как мы говорим, или что для вас будет актуально наиболее на этой неделе. Неожиданность тем, чего не избежать. Чему сейчас не время, или что может помешать. Давайте узнаем, а что нам будет помогать. Достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то не придаём значения. Так бывает. Считаем, что это, ну, такой малозначимый момент. А может быть, и кто-то что-то скрывает. Дела, работа, бизнес. Посмотрим. Энергетику. Энергия денег, финансы. Что в личной жизни, как видят карты. И достанем карту совет. Подытожим наш второй расклад. Что важно знать. У меня всё под контролем. Вообще, спокойная неделя. Надо сказать, что так вот постепенно, планетарно даже, ноябрь, декабрь, энергетика каких-то неожиданностей, синкоп, каких-то внезапностей, она потихоньку должна сходить на нет. Понятно, что события планетарные продолжаются. Но, наверное, самый пик мы уже где-то прошли. И постепенный выход из всевозможных ретроградностей, больше ясности, больше порядка. Как бы всё становится на свои места. Главное, не тормошить себя. И уметь подмечать, что же меняется. Может быть, какая структура меняется. Или как раз вот прислушавшись к интуиции, продумать, в какую сторону ветер дует, к чему разворачиваются события. У вас всё под контролем. Ваша карта, по сути дела, король Пентакли, который, с одной стороны, его сильная позиция за счёт того, что он не ждёт манны с неба, он надеется сам на себя. И у него всё где-то просчитано. Но здесь ведь это стабильность. Это такой, знаете, якорь в квадрате. Потому что все сферы жизни, они находятся как и в балансе, так и одновременно под контролем. Что может быть лучше? Конечно, эта карта отчасти говорит, что удачными к решению будут вопросы с документами, согласованиями. По финансам тоже удачная неделя. Опять же, вот в каком ключе, что вы там себе наметили? Может, у кого-то обратиться и в банк, у кого-то закрыть кредит, у кого-то взять ипотечный. Или просто больше денег заработать, значит, тоже получится. Какие-то перспективы себе на будущее, как тезис-план разложить, тоже прекрасно. Но отчасти эта карта говорит, и если мы говорим, дела по недвижимости, по дому, по семье, тоже со знаком плюс. Ну, полная материализация проекта какого-то. И так, как вам нравится, так, как вы хотите именно. Нет как будто неожиданностей, но мы их посмотрим. А хотя там выпадает нулевой аркан. Может быть, и есть какие-то перемены. Это и неплохо, и нехорошо. Ведь это у кого как. У кого-то это может быть ваше решение. У кого-то о переезде, да? У кого-то о смене работы. Или есть элемент новизны. Даже пусть вы остаетесь на прежнем месте работы, в прежнем месте проживания. Но хочется что-то обновить. Вот, может быть, как неожиданность. Какая-то тема может быть интересна для вас. И она словно качество жизни может поменять. Определенно стоит быть внимательным к своим собственным сайтам, эврикам или идеям. И опять же, по карте шута, это мы надеемся на себя. Но в этой колоде, я когда вижу карту, обратите внимание, у нас шут жонглирует всем зодиакам. Это не просто, если мы говорим, карта маг. Вот, кстати, шут нулевая, а маг первая. Один шаг у нас. От шута до мага. И у нас шут, даже я бы сказала, выше мага. Слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Тут, видимо, действительно, какой-то хаос упорядочить. Может быть, такая задача. С другой стороны, в колоде Таро иллюминатов мне тоже очень нравится эта фраза. Именно характеристика нулевого аркана. Хаос перед началом творения. Еще творение не началось, а хаос уже есть как будто. И что-то нужно как будто расставить по местам. А с другой стороны, вот этот элемент новизны или какого-то желания что-то изменить. Вот это надо сохранить и применить к тем реалиям, чтобы, правда, какие-то перемены, они у нас состоялись. В той или иной области, в большем или в меньшем количестве. Тут зависит у каждого своя какая-то личная история. Потому что если... Ведь все меняется, это правда. И планетарно все меняется. И я думаю, согласитесь, в мире все меняется. И вот эти перемены, они ведь где-то будут сказываться и на нас. Поэтому если мы сами не готовы что-то менять, тогда словно судьба начнет как-то по своим местам расставлять именно так, как сама она знает, предполагает. Мы как будто не должны уходить от этих самых перемен. Должны быть открыты миру, и тогда для нас будет больше возможностей. Вот чего-то не упустите, мои дорогие. В первую очередь, подсказок собственной интуиции. Чему сейчас не время? Вообще прекрасная карта. Нет ничего такого, чему бы сейчас было не время. Ну вот может быть то, что я сказала. Держите руку на пульсе, потому что перемены как будто неизбежны. Будет что-либо меняться, либо в обстановке, в обстоятельствах вокруг вас. Может быть это связано, ну где-то с обстоятельствами непреодолимой силы. Меня смотрят люди из разных стран, и есть действительно то, на что мы не влияем. Но наша задача отстроить наш островок безопасности, наш мир стабильности в любой как будто обстановке. И вот по семерке Пентаклей, если мы рассматриваем, чему сейчас не время, здесь ведь порядок, здесь прогресс карта. И карта того, что отчасти мы ожидаем, что-то становится на паузу, и мы просто ждем. Может быть, какой-то вопрос не стоит бездетельно ждать, как минимум собрать информацию, или по какому-то делу не думать, что само разберется, или пройдет время, и все встанет по своим местам. С учетом нулевого аркана руку на пульсе мы должны держать, для того, чтобы увидеть какую-то возможность, может быть, оказию, быстрее решить какой-то вопрос, закрыть какую-либо проблему, может быть, отчасти финансовую, или по финансам что-то подметить вовремя, чтобы не просчитаться. Вот такое тоже может быть. По семерке Пентакли мы обычно спокойны. Мы уже приготовились собирать урожай, по сути дела так. Но этому не время, в этой позиции выпадает карта. Ну вот, наверное, как будто делить шкуру неубитого медведя, если так подытожить все, что я сказала, как будто на этой неделе не время пока. Что помогает? Сильная позиция у вас, когда вы правильно мыслите, правильно планируете, правильно видите, что происходит вокруг вас. И это вам дает возможность, ну, как будто на пару шагов вперед предвидеть. Посмотрите, человек повернулся спиной, он нам изображен на карте, и он смотрит в горизонт. Все равно нужно видеть какие-то перспективы. Нам карта не говорит, что прямо сейчас мы с места в карьер бросаемся, но предвидеть, как будто вот все, что я говорила, определенно стоит. Или воспользоваться какой-то ситуацией, информацией, которая в последующем нам пригодится. Может быть, не на данный период времени, не в эту неделю мы конкретно что-то осуществим, а через неделю, через месяц, или, ну, где-то туда, в будущее, будем говорить, есть какой-то, может быть, хитрый план, который на этой неделе обрастет какой-то информацией или возможностями, понимаете, вот это важно не упустить. Поэтому, может, нам и говорят, подожди, ты еще не успокаивайся, могут быть какие-то неожиданные. Если мы говорим по шуту, неожиданности позиция, это как может быть какая-то информация, это может быть даже как случайно оброненная кем-то фраза или какие-то возможности, которые вдруг открываются, потому что, например, у кого-то из людей, вашего окружения, поменялись планы, а для вас это откроет какие-то возможности. Правда, держим руку на пульсе, потому что, как будто мелочи даже, которые будут происходить с вами на этой неделе, они могут иметь какое-то продолжение. Будьте внимательны. Но вообще сильная позиция. Тройка жезлов, это у нас все под контролем. Дела, работа, бизнес. Правда, все равно вот есть элемент обновления. Папажу Пентакли у кого-то может быть банально вопросы, связанные с детьми, даже взрослыми детьми, может быть, с обучением. Кстати, обучение может быть и у вас. Прохождение курсов. Может быть, кто-то язык учит, кто-то на права сдает, кто-то совершенствуется себя по специальности, как будто я буду большим профессионалом, больше востребованности, больше экспертности. И в последующем мы как будто эти знания переложим на какие-то материальные рельсы, и в конечном итоге мы получим еще и какое-то материальное вознаграждение. То есть мы применим эти знания на практике и останемся дважды довольны. Для кого-то это может быть как обновление бизнеса, или ваше личное дело, ваше личное творчество, может быть, тоже какой-то новый проект. Или вы, ну, какой-то элемент, все равно, что я хочу сделать что-то не так, или что-либо изменить. Когда мы открыты просто миру, и готовы к переменам, по сути дела, вот подведя итог, можно сказать, и так тоже. И если вот эта готовность, ну, корректировать где-то свои планы на таком не глобальном уровне, а для того, чтобы как раз глобально у нас что-то осуществилось, а идем по ситуации, тогда у нас больше получается. Но на решение каких-то вопросов, в принципе, Паш Пентакли благополучная позиция. Может быть, уделять внимание нам, говорит карта, только тем проекторам, которые будут на длительный срок. Не однодневное что-то, а что-то более надежное, как по королю Пентакли. Ну, это ваша энергетика, и вы-то как раз сумеете просчитать. Финансы. У вас выпадает два короля, посмотрите, когда, ну, уже больше двух королей выпадает, чаще всего будут вопросы, которые могут быть связаны либо с документом, либо вы будете искать информацию у чиновников или просто поиск какой-то информации идет, и нас жизнь сталкивает с людьми более высокого ранга. Может быть, это на работе скажется, когда мы больше контактируем с руководителем, и вполне вероятно, вот такие контакты, они могут начаться по одной какой-то причине, но у вас тогда есть возможность какую-то свою тему продавить, как будто озвучить и найти взаимопонимание, предположим, с этим руководителем, и в последующем получить бонусы. Для кого-то продвижение, для кого-то карьера. Вот так тоже может проиграться. А для кого-то из вас, если просто про финансы, как раз финансы-то у короля кубков есть, поэтому деньги будут нам, говорят, дважды, у вас еще и ваша карта выпадает, сигнификатор, но по королю кубков это могут быть еще и деньги партнера, а вообще король кубков, у него как бы две составляющих. Это тема финансов или денег, и вторая это тема отношений. Нам карта где-то подсказывает, что к тебе деньги придут через общение, через нужные контакты, через умелое выстраивание дипломатии, через нейтралитет и умелое переключение с одной сферы на другую, то есть там, где нужны эмоции, если мы говорим про личную жизнь или про дружеские какие-то отношения, это одно общение, а там, где нужна какая-то конкретика, как будто там эмоции нужно исключать, ловко где-то переключаться, ведь по сути у короля кубков энергетика отчасти похожа на карту мага, то тоже, у того четыре стихии, а здесь как будто ну такие две сферы, и ему тоже много удается. Личная жизнь, еще пентакли, решение вопросов правда, у кого-то либо с детьми, либо с родственниками, либо вопросы, связанные с переездом, или вы едете к кому-то, или планируете, или можете планировать, может быть, просто путешествие, или более глобальный переезд, или встречу, вы можете планировать с человеком, вы получите деньги, это точно на этой неделе, или это будет та сумма, даже если у нас, допустим, по основному месту работы, вам сказали, что деньги по какой-то причине могут задерживаться, тогда, с учетом пожар пентаклей, и рыцаря пентаклей, либо вас кто-то может выручить деньгами, и просто дать, даже бывают безвозмездные какие-то суммы, потому что, ну, кто-то может вам приятное что-то захочет делать, или подарок какой-то, или новость какая-то, может быть, по части недвижимости, имущества, но тоже, значит, с плюсом, или, как будто, сказали, допустим, то, что называем окладом, у вас задерживается, но премию дадут раньше, допустим, как будто есть приход денег, понимаете, немножко не в те сроки, а раньше, вот у кого-то, пусть это на личную жизнь, может быть, это касается, кстати, вашего супруга, партнера, если мы говорим про тех, кто один или одна, вы можете, решая вопросы, познакомиться с кем-то, нам не говорят про любовь в этом раскладе, увы, но и мы, в общем-то, и не ставим задачу, я, по крайней мере, именно на любовь смотреть этот расклад, здесь больше, конечно, по делу, но я не могу отрицать, что вы пойдете решать какие-то вопросы в инстанции, и вполне вероятно, вы познакомитесь с человеком, с которым потом будут установлены дружеские отношения на длительный период, причем такая, знаете, связь доверительных отношений и надежности, когда, может быть, и на десятилетие, но у вас, правда, много карт прогресса, или много карт, будем говорить, когда важно что-то продумать на перспективу, правда, лет на 10, на 20, вот такая неделя, совет от карт, давайте посмотрим, мы решаем только те вопросы, которые для нас как раз и означают этот прогресс, и чего-то мы не должны упустить, это первое, и второе, откликаемся, если нам что-то может реально помешать, все остальное, как будто не в эту неделю, карта великой мощи по герметической колоде, Тару, девятка жезлов, когда много силы, но эту силу нужно очень правильно применить, не растиражировать, не включиться в какой-то режим многозадачности, но не той, которая вам нужна, или для вас какие-то бонусы, а когда вас используют, мои дорогие, вот как будто такого быть не должно, поэтому два направления, то, что где-то интересно вам, и перспективно, и когда нам что-то мешает, то тоже надо откликаться, что скрыто, давайте узнаем, вот хандра какая-то может быть, или вы знаете, в какой-то одной теме, может, либо проигрыш, либо вот оно не состоялось, в те сроки, или таким образом, как мы этого хотели, а нам говорят, да нет, тут меняется что-то, может быть, правда, вот этот нулевой аркан для кого-то говорит, что не получается какая-то словно одна тема, или одно дело, и это словно высшие силы специально вас переориентируют на что-то другое, потому что вам будут даны тут же какие-то возможности, окончанием может быть чего-то, то, что, ну, для вас, я не могу сказать неожиданность, это не неожиданность, это скорее всего, вы где-то предполагали, ну, может быть, еще точно не знали, а вот здесь вы можете узнать, ну, как известие какое-то, когда, да, уже что-то более ясно определено, и вам это на первый взгляд может не нравиться, вы как-то себе распланировали по-другому, так вот, планы как будто нужно корректировать, на что-то мы не влияем, мы не можем себе позволить попросту какой-то хандры, или вот тех эмоций со знаком минус, которые, вот как по этой карте, сидит человек под деревом, книжку открыл, и не реагирует ни на что, а ему рука преподносит кубок счастья, а он сидит и раздумывает, это мне или не мне, брать или не брать, так вот, брать, и быстрее взаимодействовать со всем тем, что приходит на ваш порог, чего-то не упустить, мои дорогие, из-за того, что мы можем подумать, я еще подожду, да, вот чему не время ждать, или, может быть, какая-то ситуация потом решится, а меня сейчас все устраивает, я не хочу менять, а нет, вот что-то, все-таки вот эти перемены, они неизбежны, как я уже говорила, перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.